Итак, всем привет! Небольшое видео по обработке фотографий с моего воркшопа по мужскому портрету. По фотошопу все будет актуально, независимо от системы. В Sony, Nikon, Fuji, там что угодно, Canon. В Lightroom будет чуть поменьше, так как я снимал на Fuji и сразу в JPEG, и обработка здесь будет довольно простая и короткая. Но какие-то моменты все равно разберем, а фотошоп полностью. Ну и да, здесь у меня 35 мм, то есть с относительно полного кадра это привычные 50 мм. Диафрагма закрыта на 2.8. То есть мужской портрет, всегда стараемся прикрывать диафрагму. Если у нас у парня нету проблемы с кожей, то по-хорошему мы там от 2.8 начинаем. То есть на открытой не снимаем русские фотографии, чтобы всю текстуру, всю брутальность показать. Тут у нас есть еще довольно классная стена, она очень такая фактурная, классного цвета, и обязательно, чтобы она тоже у нас прорисовалась. То есть на полном кадре я поставил бы где-то порядка 4 диафрагму. Применяем пресет. Здесь совсем немножечко мы что-то делаем. То есть подправим вот так вот. Есть проблемка, что лицо немножечко желтит, но при этом все остальное нас устраивает. Или даже, наверное, я бы хотел, чтобы этот синий был чуть желтее. Хотя нет, оставлю его. Опущусь вот сюда вот и насыщенность синего задеру, а вот насыщенность чисто желтого немножечко приберу. И посмотрю, что с яркостью желтого можно сделать. Наверное, вот так вот будет хорошо. В общем-то, обработка в Lightroom здесь очень-очень такая простенькая была. Ну, совсем вкратце и по настройкам, чтобы было кое-что понятно в принципе о логике Lightroom и вообще. Пресет очень-очень простой. Это какой-то JPEG с хорошим цветом. Снимаю с имитации пленки Астя и совсем немножко его доделаю. Очень сильно задрана насыщенность голос синего канала. Это по двойковскому и по цаплю, но когда мы ее так вот поднимаем, то у нас кожа приобретает очень хороший оттенок. Несмотря на то, что кожа у нас все-таки ближе в желто-оранжевых оттенках, но задирая насыщенность синего канала, мы даем коже некую такую золотистость и вообще какую-то сочность. И фотографии очень адекватные, намного приятнее, чем если бы мы задрали насыщенность вот здесь вот. Если это RAW файл на любой MAMO-модели, даже на Fuji, при такой задирании насыщенности синего у нас, возможно, будет вылазить синий цвет там, где не нужно. Особенно, если бы были белые вещи. Поэтому, если у вас были какие-то белые вещи, скорее всего, пришлось бы убирать насыщенность синего канала, потому что иначе бы у нас белые вещи синили. Но здесь у нас, так как этот JPEG очень качественный, то наоборот, мы еще и здесь поднимем синеву, чтобы у нас стена прорисовалась. В общем-то, здесь только вот эта штука поднята. Здесь у нас ничего, здесь ничего, здесь ничего. А здесь у нас стоит слабенький шамадав, но здесь можно вообще отключить. Очень немножко добавляем резкости, потому что фотографии сами по себе получаются очень классные, очень резкие. Совсем чуть-чуть, намного меньше, чем у меня это было, когда для RAW, в пресете для RAW. Ну и маска все равно стоит на всякий случай, по привычке уже. Здесь тоже, опять же, ничего нету. А здесь у нас красный сдвинут немножко в сторону оранжевого, оранжевый немножко в сторону желтенького. Обычно кожа так выглядит поприятней. Зеленый убран, чтобы все-таки он был еще холоднее, чем даже он получается. И, в общем-то, тут ничего у меня не тронуто. В каких-то нештатных ситуациях, может, полезу, но в большинстве случаев не надо, потому что эти цвета классно получаются. Убрана насыщенность красного и оранжевого. Это чаще всего очень легкий способ сделать кожу покачественнее. Желтый не тронут. Насыщенность зеленого убрана для фотографий, где будет зелень. Аква прибрана, даже не знаю зачем, но как-то всегда ее прибираю во всех пресетах и во всех видео ее постоянно прибирают. Немножко убрана насыщенность пурпурных, фиолетовых, всех этих оттенков не очень мне нравится. Яркость, ну, единственное, что, да, когда работаем с кожей, постоянно будем сюда опускаться и контролировать, как он нам по яркости. Светлее, темнее, потому что оранжевый отвечает за кожу. И, в общем-то, все. S-образная кривая у нас, поканальная кривая, совсем слегка. Она в разы меньше, чем в RAW файле, потому что фотография с имитацией пленки. Там уже все есть, очень клево. Мы только немножечко, немножечко усиливаем. Очень важно, что во всех каналах она абсолютно одинаковая, ни на миллиметр никуда не сдвинута, чтобы не испортить тот цвет, который у нас есть. По сути, она очень много дает. Это просто вот мы включаем, отключаем S-образную кривую. Она дает очень сильный контраст, вытягивая микроконтрасты. Поэтому, чтобы не было переконтраста, у нас здесь контраст убран сильно. Но при этом микроконтраст, вот эта штучка у нас появляется. Ну, а здесь уже по ситуации будем все вертеть. И еще такой момент, когда RAW файлы, если ростовые фотографии в RAW файлах, я всегда говорил, что желательно в ростовых фотографиях немножечко Clarity там в плюс, в плюс 5, в плюс 10 сделать, чтобы было почетче. Но так как это JPEG и хороший, и уже классной резкости, то тут почти всегда у меня Clarity прибрано, чтобы сделать фотографию помягче. Вот, ну и в общем-то все. Ну и здесь еще, опять же, чтобы сделать фотографию помягче и чтобы убрать микро-микро-пересветы. То есть, по сути, эти бегунки, это примерно то же самое, что вот это. Но идея такая, что здесь сделали грубую работу, а вот здесь уже напильником доработали более тонко. Ну, разумеется, здесь мы сейчас подотрем то, что у нас на стене были какие-то косички. И вот это вот тоже постараюсь убрать. Не нужно мне это было в кадр влазить. У меня подход такой. Здесь у нас как бы парень опытный и эмоциональный, не скромный. Поэтому можно было бы заморочиться во время съемки. Но когда снимаем реальные свадьбы, если я вижу, что все получилось неплохо, и есть что-то, что мне не нравится, допустим, влезла эта шторка, но я знаю, что ее будет легко убрать при обработке, и я лучше уберу ее при обработке. Потому что, когда мы снимаем реальных, не модели, а реальных женихов, обычных людей, чем быстрее и проще пройдет процесс, чем меньше будет пересъемок, тем лучше. Чем мы ненавязчивее легче снимаем и меньше мучаем жениха дублями, тем больше у него хорошее настроение, тем больше шансов получить хорошую фотографию. Здесь первое действие, дублирую слой, с этого всегда все начинается, мягкий свет сделаю. Прозрачность по вкусу, здесь можно сделать побольше. Этот нехитрый прием, во-первых, он дает очень интересный контраст, он отличается от контраста, который привычный, который все, что мы делали в Lightroom, если мы здесь видели контраст. Плюс он очень приятно приглушает цвета. И, пожалуй, все, и объединяем эти слои. Еще один момент, сдублируем слой, способ наложения экран. Сейчас мы работаем чисто вот с его кофтой сверху. Ведем до тех пор, пока на кофте не стали появляться первые штучки у нас, темненькие. То есть, видите, она была вся засвечена, сейчас кое-где уже здесь полезли вот тени. Нажимаем с Alt, раздвоилось и доводим практически до конца. С Alt нажимаем на маску и теперь протираем белой кисточкой только там, где нам это надо. Такое есть смысл делать, когда вы какую-то особенно штучные работы делаете и будете их выкладывать. И у нас есть контраст. Мне здесь просто хочется усилить контраст этой штучки. Причем, наверное, еще пошире сделаем. Прозрачность чуть послабее сделаем, чтобы не так в глаза бросалось. Она у нас стала поинтереснее, пообъемнее. Объем достигается именно с усилением свето-теневого рисунка, и поэтому она выглядит как-то интереснее. Теперь сделаем, чтобы вот эта кофта у нас черная не терялась там сильно. Дублируем слой, экран. Начинаем вести, пока вот именно здесь первые-первые черненькие не полезли. Вот они уже стали появляться. С Alt также нас нажали, пошевелили. И все, нажимаем с Alt на маску и протираем теперь кофту. И даже джинсы. И вот он у нас еще поинтереснее выделился. И я, скорее всего, сделал то же самое с лицом. Сейчас вот эту стену усилим, потому что текстура у нее интересная, и ее можно усилить еще интереснее. Экран. Начинаем вести, пока вот здесь вот первые такие у нас не полезли. С Alt нажали. Теперь маску с Alt, чтобы она стала черной. И вот здесь вот вернем. По-моему, слабенько. Сейчас усилим, если что. То есть можно вот так сделать. И вот у нас такой уже более интересный свет получился. Более интересная текстура. Фотография в целом сочнее становится. И еще раз, последний раз это же действие. Экран. И сейчас я хочу только с лицом сделать. Этот способ, он не просто как бы яркости добавит нам ощущение какого-то более интересного света, более направленного, что ли. Он еще немножко цвета поприятнее. Как бы их, особенно сейчас слишком насыщенно, а из-за того, что стало поярче, насыщенность становится меньше. Ну и здесь, пожалуй, когда у нас есть мужские портреты, которые руками обрабатываем, и есть какая-то текстура, которую нужно усилить, обязательно делаю, дублирую слой черно-белый и умножение. И здесь просто прозрачность послабей. И вот у нас классно стало. Цвет кожи прям стал как мне нравится. А вот это я, пожалуй, обратно верну. Я хочу, чтобы вот эта штука у меня все-таки была такая же яркая и сочная. И вот здесь тоже, чтобы все было ярко и сочно. Ну и еще... Так, по-моему, он ровно стоит. Практически, да. Идея была какая? Не идея, а в принципе, к чему нужно стремиться, чтобы фотография была еще интереснее, еще объемнее. Смотрите, освещенная часть лица и большая часть освещенности находятся на темной половине, а темная часть лица находится на светлой половине. И создается такой... Это тоже отчасти влияет на объем фотографии в целом. Еще обязательно здесь делаю. У нас здесь очень много всего темненького, поэтому, когда есть общее преимущество теней фотографии, то я теням слегка красноты добавляю. Еле-еле заметно. Было стало. Важно добавлять, чтобы не было ощущения, что вы добавили красноты. Совсем немножечко, плюс 5, это прям в крайних ситуациях. Обычно там в районе плюс 3, плюс 4, ну, плюс 5 потолок. Фотография не выглядит, что она краснит, но есть четкое ощущение, что черный цвет стал как-то благородней. Какие-то легкие, что ли, шоколадные оттенки в нем стали появляться. Ну и просто он дороже выглядит, приятней. Ну и, в общем-то, фотография готова. Мне очень-очень сильно она нравится. Лайтруми все проще. Следующая подобная фотография. Применяем настройки. В общем-то, она очень хорошо ложится. Единственное, что я хочу, чтобы здесь было посветлее чуть-чуть. И, наверное, насыщенность всей фотографии по дыму. Не важно, что происходит с лицом. Именно вот мне нравится, как стена становится. И еще сильнее синий, и еще слабее оранжевый сделаем. И, наверное, желтый тоже приберем. Потому что вот здесь вот на пересветах кожа часто начинает у нас прям желтить. Оранжевый не поможет. А вот там, где засветка, у нас желтый. Если у нас мужской портрет и кожа позволяют, лучше всего использовать жесткий агрессивный свет. Это все подчеркивает как бы брутальность. И в целом всю картинку более мужественную дает. Но есть как бы ограничения. Потому что этот парень не может смотреть у нас. Лицо должно быть направлено на свет. Иначе будут некрасивые тени. И парень долго смотреть на свет у нас не может. И он может типа с закрытыми глазами поулыбаться. Можно сделать там, давай закрой глаза, на счет 3 ты откроешь. И хотя бы полсекунды посмотри на солнце. Как устанешь, сразу закрывай. Открыл и сразу закрывай. В это время успеваете с открытыми глазами. Здесь же есть серии, что он, например, смотрит на часы. На самом деле у нас Леша носил часы на другой руке. Но пришлось их переодеть. Так как часы должны находиться на той руке, которая ближе к свету. Он может поправлять запонку или что-то еще делать подобное действие. Глаза у него на свет, то есть здесь он у нас уже начал возненавидевать, что у него глаза болят постоянно на свет направленные. Здесь глаза отдыхают, он все, ему хорошо. И обязательно, чтобы взгляд направлен на ту руку, которая ближе к свету. Если часы на другой руке, можно переодеть. Либо застегивать запонки на этой руке. Отсюда же с этого положения просьба там как-то ненавязчиво глянуть на нас. То есть вот он поправлял часы, тут же глянул на нас. Эта серия разбавляется. Если есть девочка, в подобных фотографиях она может подойти с теневой стороны, пошептать ему на ухо, что-то поцеловать, что-то еще. То есть мальчик будет, это портрет все-таки мальчика. Девочка здесь будет дополнением, как аксессуаром, чтобы объяснить, разнообразить серию фотографий, где у мальчика лицо всегда наверх направлено. Потому что 5-6 фотографий вот подобных, где только разная мимика, будет скучно смотреть. Одна-две фотографии вот такие, где разная мимика серьезно улыбается. И 2-3 фотографии, где здесь девочка прижалась, обняла, там поцеловала что-то еще. Они будут смотреться разнообразнее. Плюс это все разной крупности сделать. И с одной позы мы можем штук 7-8-10 абсолютно разнообразных фотографий получить. Из Lightroom у меня фотографии выходят чуть насыщеннее, чем мне надо. Потому что те мои действия, которые я делаю в фотошопе, они немного прибьют насыщенность. Если что, потом синему даже верну. То, что кожа сейчас чуть насыщеннее, чем надо, это нормально. Там это все уберется. Здесь все так же. ISO 200, 35 мм, то есть примерно полтинник и 2,8 диафрагма. Мне нравится здесь все, кроме цвета кожи вот здесь вот. Но здесь достаточно просто яркость чуть-чуть вернуть, и кожа у меня уже нравится. И даже, наверное, вот так вот сделать. То же самое. То есть при обработке вот это все я бы убрал. Ну и можно вот на примере этой фотографии еще раз в фотошопе. Немножечко контраст верну, то здесь он не испортит. И попробуем сделать. Ну, первое я все-таки уберу вот эти все штуки. И вот этот блик тоже. Дублируем слой. Можно это делать с корректирующими слоями непринципиально. Просто, когда я начинал, их не было, и сейчас по старой привычке делаю дублированием слоя. Прозрачность меняем. В принципе, уже этого действия хватает, чтобы фотография стала классной. Вот так у нас выглядит JPEG. Две-три кнопки. И вот так она выглядит у нас при обработке. Детализация прям шикарная. То есть можно, в принципе, чуть ли не портрет с этого делать. Следующее действие я сделаю через черно-белый слой и умножение. И чисто вот мне очень нравится, как этот эффект на кожу влияет. Можно даже все прибрать и только кожу протереть. Она у нас становится как-то брутальней, дороже. И еще раз повторю, чтобы углы у нас сейчас тоже самое сделаем, но уже парня вернем назад. И сделаем, вот белый начнем ввести до тех пор, пока вот отсюда у нас не исчезнет. То есть я хочу, чтобы все светлое осталось светлым, не затронуто было тем действием. Вот так вот. Ctrl-J, экран. Здесь я только футболку хочу вернуть. Потому что хочется, чтобы сам у нас Леша не в тени уходил. Несмотря на то, что фотография довольно темная, чтобы он у нас не пропадал в тени. Ctrl-J. И совсем чуть-чуть. Тут и так цвет получился сочный, но все-таки совсем чуть-чуть. Плюс 2. Добавлю красноты. Нет, здесь не так. Если добавляем красноты здесь, то у нас лицо уже, вот лицо сейчас идеально, как мне нравится. Больше у меня бы ничего не хотелось сделать. Поэтому я продублирую слой. Ctrl-B. Теням красноты на плюс 2. А вот лицо я протру, чтобы был виден тот слой. Потому что я не хочу, чтобы лицо краснее становилось. И в общем-то вот так вот. Буквально несколько действий. И фотография прямо у нас вот такая вот. Вот такая серия. Опять же, да, то есть у нас есть боковой свет. Мы обязательно с теневой стороны стоим. Из всех трех фотографий больше всего, как получился Леша, мне нравится здесь. Но здесь у нас есть вот люди, которые на воркшопе влезли в кадр. И попробуем сделать. Попробуем сначала вот с этой фотографией сделать. Применим пресет отсюда. Тут у нас здесь диафрагма на 4 прикрыта. Ток же 35 миллиметров и со 200. Здесь у нас с насыщенностью плоховато. Поэтому приподнимем ее чуть, наверное, желтее сделаем. И контрастность с яркостью. Хочется, попытаемся вернуть, чтобы цвет стены у нас был хороший. Потому что цвет мне нравился. Здесь он чем-то отдает. Видимо, из-за вот освещения, что слишком желтое. Свет из окна у нас шел уже. Попробуем зажать вот эту штуку. Давайте села вот эту вот. И нажали на нее, начинаем вести. И видим, какие бегунки шевелятся здесь. И оказывается, что здесь у нас больше зеленого, чем синего. Поэтому попробуем зеленый сделать максимально синий. Попробуем аква сделать максимально синий. Насыщенность зеленого. Яркость зеленого нам здесь не пригодится. Насыщенность зеленого. Уберем зеленый вообще. И насыщенность аквы добавим. Стена стала посиней, как нам и хотелось бы. То есть, получается, мы вытащили стену, сделали ее приятным цветом. У нас есть такой силуэт. Но обязательно, что видите, за ним темный фон. Если бы я сместился чуть правее, и за его головой было бы окно, вот этого блика бы не было. И мы бы потеряли человека. Он был бы просто плоской картинкой, черной на фоне окна. А сейчас у нас есть этот вот блик. Блик появляется только тогда, когда есть заднее освещение, но сам объект съемки у нас находится на темном фоне. Это очень часто бывает полезно на сборах невесты в недорогих квартирах. Ребята фотографируют так, что невеста сидит у окна, и немножко сзади ее фотографируют, там сзади, сбоку. И ее голова находится на фоне окна, и фотография получается очень унылой. А достаточно немножко сместиться, чтобы голова находилась на фоне какой-то темной, там темная штора, темный шкаф, и появляется вот такой контровый рисунок, и сразу все становится красиво. JPEG, пресет для JPEG, и немножечко его доделаем. Здесь у нас 35 миллиметров, 35 миллиметров диафрагма 4,5 стоит. На всех следующих фотках она будет 4,5 стоять такая же. У нас есть легкая перенасыщенность, но при этом есть еще немножко, что фотография потемнее. Прежде когда из перенасыщенности фотография потемнее получилось, очень важно сначала настроить яркость фотографии, потому что яркость влияет на насыщенность. Если сделаем темнее, если мы сделаем поярче, часто бывает, что насыщенность нас устраивает, либо надо ее меньше корректировать. И вернем немножко засветы сюда. ну и вот это ну и вот детализация джипега с fuji по моему очень круто уберем еще немножко насыщенность и к следующим фотографиям можно это применять и одну какую-нибудь обработаем ведь здесь кажется насыщеннее чем надо но и темнее поэтому просто яркость поправим и баланс чуть-чуть и у нас сейчас немножко кожа розовит и часто ребята возникают проблемой чтобы кожа не разовела часто спасает всего одно простое действие в стороны зеленого то есть мы не делал фотографии зеленей мы убираем из нее эти пурпурно неприятные оттенки но эта фотография вообще лучше в чебе сделать по моему пресет чебе точно такой же как мой обычный пресет только в пресете для арава у меня здесь слишком задрана борьба с шумами на всякий случай в раве это не критично а в джипеге она смотрите вот есть текстура и вот она убила всю текстуру и сделал такую плоскую фотографию неинтересную то есть совсем чуть-чуть и можно сделать и намного меньше резкость для джипега ну и по сути чебе с фуджи вообще офигенные получаются и применим еще раз ну а это наверное мы обработаем еще один момент о по ракурсу у лёши от в плане рук плеч есть еще некой спортивной фигуры то есть он здесь не выглядит дряблым здесь ничего не висит и поэтому такой ракурс что плечо локоть к нам ближе они еще усиливать это ощущение ощущение чтобы проката богатыря фотографируем с огромными плечами бицепсами мощным здесь рукой это классно если у вас парень более дряблые фигуры то есть он может быть в принципе тоже такой плотненький но при этом нет ощущения что это бицепс здесь какие-то мышцы а просто видно что это жир и такой ракурс когда локоть плечо к вам ощутимо ближе он только усилит ощущение жирности человека поэтому имейте ввиду но девочек ни при каких обстоятельствах нежелательно так фотографировать если это не девочка бодибилдинг не должны ее локти и и плечи быть ощутимо ближе к вам чем все остальное тело для мальчика у которого есть хотя бы намек что эта мускулатура это все очень сильно все усиливает мальчик выглядит круче тогда немножко блэки все-таки вернем ну и можно отправить фотошопе чего-нибудь доделать или все-таки желтит наверно экспортируем несколько фотографий несколько фотографий сырых джипегов с fuji я прикреплю к видео можно будет потренироваться посмотреть по обрабатывать джипег откроется везде одинаково на всех компах на 5 традиционно 1 чб у нас способ наложения мягкий свет и ослабим это все у кого калиброванные мониторе я думаю хорошо заметят то есть не сказать что разница небо и земля но вот она сыренькая фотография слайд рума и вот уже есть ощущение чего-то такого более приятного но по крайней мере для меня это как-то сильно по глазам бросается и очень нравится эта штука следующее действие тоже черно-белый слой и глянем как у нас поможет не поможет здесь режим умножения и послабее его ставим и вот вот что он нам делает уже прям вообще кожа из вот этой вот весьма спорной и более насыщенной чем нам надо мы делаем прям уже классную кожу в бакамере мне нравится попробуем усилить блики на лице чтобы по объем не было способ наложения экран просто дублированный слой способ наложения экран начинаем вести черный до тех пор пока на лице первые вот у нас в глазу полезли еще даже посильнее вот так вот а теперь с альтом раздвоим до самого конца нажали и прозрачность поменьше здесь задача как если вы фон нужен то мы сейчас то есть если бы фон был не нужен просто белый фон того ничего не делали так как все-таки фон час кажется как будто он дико пересвеченный мы с альтом зажмем и протрем только лицо и вот руку наверно прозрачность жесткость поменьше и протираем лицо ну и вот как у нас выходит конечно звучит как-то не скромно но по моему очень круто по крайней мере для моих нужд это более чем и хотеть чего-то большего мне пока не хочется не могу сказать что я бы хотел в принципе все хоть что-то нет по камере такого как раньше было что хочу что-то поменять но не могу понять что именно и это просто снято в джипег попробуем спорным за получится нет продублировали для этого слой чтобы обезопасить себя control b тени и сделаем тени чуть краснее да здесь получилось сильно но потому что у нас слишком темные части на футболке они ушли в темноту можно было бы вернуть в лайтруме но ни к чему здесь по моему и так нормально и сейчас протрем черной кисточкой сделаем маску и черной кисточкой протрем маска была обычная без альта поэтому черной кисточкой протрем вернем лицо нам не надо чтоб лицо у нас краснило мы здесь добавили только теням вот здесь где у нас футболка руки кожи все вернем на место ну и вот так вот это все выглядит может быть да сейчас как-то можно еще попробовать продублируем слой на свече control b средний тона посмотреть чуть в сторону холодных их сделать чтобы кожа точно нас не приснила черные темные строго смысла нет потому что в лице нет ничего совсем темного только в бороде она нас там как бы меня устраивает ее цвет именно средний тона чтобы была на кожу акцент действий вот так вот и объединяем и вот еще один момент здесь на секундочку трасса тем кто именно сейчас у меня час все больше больше ребят кто тоже а фуджи думает переходить это объектив 18 миллиметров 20 то есть условно говоря это 27 миллиметров примерно 2 и 8 по картинке и блин мне нравится то есть если кому не подойдет в принципе фуджи и такие объективы это ребятам у кого сборы свадьи следить о свадебных фотографов ребята у кого сборы проходят пока еще в дешевых интерьерах в обычных квартирах и где там жизнь необходимо максимально размазать в кашу фон тогда там дань для сборов необходим 35 миллиметров 14 на полном кадре если у вас просто в средних или более выше чем средних местах там нельзя прятать фонда то есть там нам нужна история нам нужно что остыть девочка если что-то свадьба то у нас там какая-то платьишко висит еще что-то интерьер атмосферность фотографии и вот так вот картинка 18 миллиметров 20 шикарная детализация то есть мы видим прям всю 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 текстуру кожи глазки все у нас классно и при этом атмосферно он подмытый что создает объем очень клевый но при этом можно посмотреть разные картинки и вот у нас здесь еще и эти фотки джипеги загружу чтобы было ясно такие фотографии мне очень нравятся то есть на 35 такого ощущения бы не получилось портрет сделано 24 он своеобразный есть конечно искажения но разбавить серию вот такими портретами здесь очень важно что лицо находится в центре крупно вот так вода фотографировать нельзя уже пошли дикие искажения но больше как для прикола и либо сделать анализ глазного дна резкость детализация позволяет это когда в лицо занимает большую часть когда лицо занимает большую часть кадра на 24 фотографировать нежелательно только если это какая-то ржачная фотография а когда лицо где-то находится четко в центре небольшие искажения есть но атмосферность клевая то есть атмосферность создается и на портретные классические 85 там 135 вот таких портретов не получится в ютубе можно в бить или там в яндексе портреты на 24 миллиметра есть целая подборка не помню автора очень клево человек снимает у него все портреты на 24 миллиметра там примерно на 2 и 8 и вот атмосферность очень много чем отличаются такие портреты от классических то что на 85 миллиметров пространство сзади будет сжато мало что влезет и сама сама личика получится плосковатым здесь у нас из-за того что широкий угол и лицо объем не и сзади много всего влезла атмосферность получается попробую сюда перебросить вот отсюда присед то есть на это 18 миллиметров 20 они у меня все сняты дальше 1820 здесь уже отдел поменял 1820 1820 и так отсюда перенесем вот сюда вот потемней по яркости как я настраиваю яркость очень важно чтобы не было вообще засветок да вот чтобы деталь на грани яркости да здесь уже все у нас начинается теряться начинается дешевая картинка просто пространство каких-то площадей равномерно залито кипта цветом а если мы немножко возвращаем у нас детализация возвращается и картинка уже приятнее становится ну и попробуем его обработать тоже начнем с привычных уже не буду все повторять повторять побыстрее это сделать мягкий свет послабей контроль е дублирую слой опять черно-белый умножение чисто чтобы у нас кожа стала прям классно опять же зависимости от ситуации вполне возможно что и на ста процентах она вам подойдет особенно в каких-то таких городских интерьерах а там какая-то брутальность или еще что-то но здесь можно повалировать посмотреть по моему очень клево выходит это очень простой способ усилить текстуру если у нас есть допустим текстура дерева текстура кирпича на заднем плане всегда делаю через чб умножение и вот стираю там что не нужно ставлю оставляю только этот слой на текстуре и если у нас есть желание сделать кожу не такой а ближе вот к такому то этот способ нам очень клево позволяет это сделать и после этого я обязательно сделаю все таки блики усилию без фанатизма но немножко бликов усилий это сделает объем не все и сочнее как-то ведем ведем сделаем с маской протрем только по лицу белой кисточкой маску нажали сальтом чтобы она стала черным и прозрачность поменьше опять же здесь момент спорный вот как получилось вот здесь мне безумно нравится здесь у нас есть засветка поэтому черный цвет возьмем на 50 процентов и по маске им проведем уберем щеки и вот смотрите по моему круто ну и еще вариант объединим и с глазками поработаем экран вариантов работы с глазами просто через контрастность там через контурную резкость но это на я обычно выбираю вот такой более простой быстрый вариант но мне нравится он работает когда глаза видно что их делали это некрасиво поэтому постарайся совсем слегка усилить эти блики так белый на сто процентов теперь отдалим посмотрим надо слабее надо сделать если видно что глаза делали это уже косяк если просто ощущение что человека какие-то живые яркие глаза то фотограф молодец и наверное здесь даже больше ничего делать не буду как бы это не звучало то есть я никому ничего не навязываю но на каноне такой детализации по моему никогда не было и цвета сто процентов можно спорить до потери пульса плюсах минусах а диафрагмах глубине резкости и скорости fuji но цвет это лучшее вообще сейчас есть в продаже и на рынке из фототехники что особенно нравится что очень легко обрабатывать в лайтруме и потом очень быстро можно одним пресетом всю серию будет обработать все мои действия так или иначе а повторялись однотипно кроме хита особых тонкостей но вот эти штуки с черно-белыми слоями это все легко пресет записывается и проблем никаких нету здесь попробую черно-белые сделать или обращала в цвете сделать так fuji jpeg было стало что мы здесь делаем чуть поярче и хайлайты вернем я хочу усилить синий чтоб стена была у нас классно синий до максимум как вода максимум а вот оранжевый надо прибрать оранжевый даже красный и желтенький надо прибрать у нас немножко есть пока да что все-таки лицо не то что хотелось здесь сложное условие так как свет проходил у нас через ярко характерно окрашенные шторы и сдало это все отпечаток пошевелил желтый в надежде что вот здесь бликах ей желтый но особо у нас там уголок на бороде нам не нужен тогда оранжевый вот так наверное и попробуем спасти ситуацию посмотрим что у нас как и попробуем решить эту ситуацию фотошопе еще раз чтоб нам это не мешало не раздражало заделали чуть подправить возможно первые 5 привычное действие сейчас будем все делать чтобы у нас именно кожа стала хорошего цвета все остальное мне очень сильно здесь устраивает мягкий свет послабей control джей control у какие умножения мне здесь от умножения нужно только кожа все остальное мне нравится поэтому с там нажали меня маску и протираем пока протрем все потом будем поправлять здесь даже не надо хотя давайте наверно все протрым всю его фигуру странно здесь были блики поэтому так ладно и что мы здесь можно взять попробуем взять вот этот слой который у нас черно-белый с умножением из него немножечко по убрать белизну чтобы объем у нас вернулся и чуть прозрачность поменьше сделаем вот и вот она у нас ощутимо краснила вот у нас в принципе то есть для этой ситуации разумеется есть красный оттенок но он здесь в тему так как у нас отсюда идет свет такой вот эта штука такого цвета и она все сочетается у нас удачно вот так вот все таки наверно хочу еще сочнее сделать вот эти два цвета поэтому control джей control у насыщенность задираем не важно что происходит с лицом я смотрю только на синий и на вот на эту шторку здесь возьмем ластик и кожу вернем обратно кожа не должна вызывать и вот что мы сделали было стало и вот так выглядел у нас jpeg сырой в принципе нормально и вот так у нас стала картинка как вариант еще попробуем control b и теням все-таки чуть-чуть плюс 2 и может быть изображение коррекция выборочная коррекция цвета здесь выбираем черный из черного уберем черный из черного цвета мы убираем черный это немножечко только совсем аккуратно мягкости добавит а теперь из белого уберем черный и вот вот здесь вот у нас как блики такие усилий сейчас грубо сделаю чтобы было видно немножко бликует это все усилием ну и клево очень сочно очень такая прикольная фотография получилась по моему то есть да ребят все что делаю фотошопе это актуально абсолютно для всех фотографий вывести из любой камеры из любого рава что-то подобное не сложно просто из фуджи да это быстрее не получается вот что-то подобное не так сложно как вот мы сделали здесь да но с фуджи то меня получается намного быстрее чем если пья это снимал в рав получается клёво но здесь я конкретно это все под чб чб ложится прям клёво никаких каких-то заморочек тут нету и в общем то она готова у нас чб если что я сделал то есть шум все таки на чб мне нравится шум на фотографиях в принципе рад шум на фотографиях но как-то с фуджи получается они как-то сочнее что ли и на цветных сейчас все меньше и меньше почти не добавляю шума от чб все-таки добавляю по-хорошему повторю это действие немножко это усилит интересность фотографии здесь единственное я сделаю объединил слои обязательно зайду изображение коррекция выброс на колесо цветать в черный потому что когда я добавил что получилось с кожей мне очень понравилось что получилось черным не очень он слишком стал темным какой-то грубый все отлично может чуть-чуть вот так хотя такая фотография по моему клёво подходит именно под практический квадрат если начал что-то резать режь все по чуть-чуть то есть у нас чуть-чуть обрезана голова чуть-чуть со всех сторон чуть обрезала тогда это нормально если будет голова они обрезаны здесь обрезана может уже казаться да но когда со всех сторон что-то по чуть отрезана это считается типа нормально попробуем еще теням совсем чуть-чуть еле заметно не получается у на фотографиях малышева какой-то нереально крутой чб сто раз пытался его повторить ничего не получается пипетками истыкал вроде как примесь какого-то цветов чб есть но какого ничего не понятно а он классный ну ладно не будем ничего примешивать оставим так и control дж фильтр шум добавляем шум всей фотографии можем добавить даже побольше его здесь так сильно но возьмем ластик из лица немножечко на 50 процентах протрем его протерли со всего лица и со светлой стороны посильнее и наверное даже знаете по прозрачность поменяется идет на черном его сильно видно давайте вообще его отсекем из черного чтобы не было в черном шума сильно сейчас у нас шум по сути только в полу тонах остался ну и в черных тоже ну и вот что-то такое у нас получилось в описании к видео будет прикреплен ссылка на яндекс диск там будет архив вот цель со всеми этими фотографиями и будет ссылка на контакт где я выложу те которые я обработал еще фотошопе и там их можно посмотреть в нормальном разрешении что и как у меня вышло в нормальном качестве не по ютубу вот надеюсь было полезно пишите задавайте вопросы постараюсь зимой делать побольше видео по обработке и вообще разных видео всем спасибо